Здравствуйте, мои любознательные едоки! В эфире «Это вкусно!» Белиссимо, Альфредо, Лучано Поворотти Все слова на итальянском, что я знал, вы только что услышали Утренний плов на фоне утреннего просыпающегося Ташкента Что не важно, красное мясо, рыба или птица Я готов Многие спрашивают, эй, Оскар, куда ты делся? Где новые выпуски? У нас на это есть две причины Во-первых, у нас ребрендинг, и теперь мы называемся «Это вкусно!» Ну, а во-вторых, я действительно очень много ел и потерял форму И стал выглядеть вот так Ужасно Но не волнуйтесь, я начал заниматься спортом Йогой, керлингом и самым активным – шахматами Вот я пришел в форму, и мы вновь готовы радовать вас нашими выпусками Учитывая мой спортивный образ жизни, первый же выпуск мы решили снять про... Бургеры И начнем мы с известного в столице места – стим-бара Но вначале давайте немного истории Бургеры Ммм... Самая вредная, калорийная и бесконечно вкусная еда всей планеты Они захватили практически все закусочные и фастфуды мира Мы настолько близко сроднились с ними, что называем сокращенным названием бургеры Ведь их полное название – гамбургеры Гамбургеры – это вид сэндвича, в народе бутерброда Состоящий из рубленной жареной котлеты, подаваемой внутри разрезанной булки Ну и, конечно же, в современном мире никуда без разнообразных наполнителей Кетчупа, майонеза, листьев салата, овощей и даже фруктов Несложно догадаться, что родиной гамбургеров является второй по величине город в Германии Какой? Правильно – гамбург Вообще в немецком языке слово «гамбургер» обозначает принадлежность кого или чего-либо к гамбургу Житель Гамбурга, дороги Гамбурга и, конечно же, еда из Гамбурга Но давайте вернемся в наше время и наш любимый город Ташкент И посмотрим, как су-шеф стимбара готовит один из своих фирменных бургеров Дагбургер – аппетитная, сочная котлета, запекается в хоспере Мангале закрытого типа, в качестве топлива, использующий древесный уголь Умелые руки повара разрезают булку, обмазывают ее специальным соусом Укладывают лист салата «Айсберг» и несколько колечек помидора И вот уже котлета готова и занимает свое место на подушке из овощей и соуса А дальше начинается просто настоящий кулинарный сюрреализм Сырная масса, тонко нарезанное яблоко, малина Ммм, давайте пробовать Ребята из стимбара невероятно щедрые И вместо одного бургера мне принесли целых 7 бургеров Перед тем, как мы начнем пробовать, со мной сидит вот рядом Ян, это су-шеф Твоя задача, Ян, сейчас будет рассказать про каждый бургер Отдельности, хорошо? У нас здесь есть сыр-бургер, страус-бургер, бык-бургер, утка-бургер, стим-бургер, ципа-бургер и рыба-бургер С чего ты начнешь, Ян? Давайте начнем с рыба-бургера С рыба-бургера, давай Скажем, в нашем вот бургере есть изюминка В рыбе-бургер у нас идут овощ-конфиль Рыба-семка, так, соус-терияки Вот в булочке идет бриошь на основе молока Получается она чуть сладковата Получается вкус очень необычный Дальше ципа у нас Ципа у нас главный ингредиент, это ананас Ананас хорошо сочетается с курицей Стимбургер У нас идет туда не котлета, а стейк Стейк? Да, стейк у нас туда идет из выреза Бомфиле Соус-хайнс, это наши соуса Секретный, скажем так Секретный соус-хайнс Овощ-конфиль идут Овощ-конфиль идут Цукини, баклажан и грибы Это все обжарено на мангале и маринуется И все очень секретно Все очень секретно, обязательно Конечно Дальше У нас идет сыр-бургер Это интересно, там много сыра, что ли? Потому что туда идет котлета, а внутри котлеты сыр сулугуни Да ты что, грузинский такой, да? Да, можно сказать Страус У нас, кстати, это вот наш фирменный Страус Да, потому что у нас 100% котлета из страуса идет Туда идет бекон у нас, копченый Тоже обжаренный В страусбургере это бекон, да? Да, вот Логично Бекбургер, это тоже наш фирменный Потому что мы недели, наверное, не ели взбитые сливки В сочетании с мясом и с вишней Потому что это очень необычное И говядина идет И говядина, да И соус перечный Ян, перед тем, как мы пробовать будем Скажи мне, пожалуйста Вот такая ситуация Представим, я телеведущий Камеры, софиты И ко мне пришли, например, гости А я очень хочу бургер Вот прям со страстью его есть Да Как мне есть аккуратно, но при этом Чтобы все вкусовые качества Вся вкусовая палитра осталась Знаете Чтобы руками текло А у нас это не получится А у нас принято, что у нас все текло Представь, я никогда в жизни не ел бургер Я пришел в стим бар Выходишь ты и говоришь мне Попробуй вот именно с этого бургера Начни с этого С какого? Давайте мы попробуем утку Ты мне предлагаешь утку Ну, Ян, ты тоже будешь пробовать Представляешь? Какую ты возьмешь? Давайте я возьму рыбу Ну, Ян, пробуй и расскажешь Ну, сколько ты ставишь сам себе из 10 баллов? Честно сказать? Честно Конечно Знаете, я, конечно, бы поставил девяточку Да Вы это видели? Девятку Сам? Ты сам в своем бургере ставишь девятку Из 10 Ну, а теперь буду пробовать я У меня утка бургера Напомню, мне посоветовал Ян начать именно с этого бургера Ну, давай посмотрим Давай И как тебе? Ян, ты молодец Вообще, я считаю, что в бургере очень важно булочка Это прям очень важно Вы, видимо, сами доготовите булочки? Мы булочки, естественно, сами готовим И для каждого бургера отдельная булочка у вас? Да Обязательно Мне нравится, что у вас в утке есть яблоки Знаете, такое новогоднее настроение Все же Новый год едят, конечно Утку с яблоками Это такой новогодний бургер Я бы так назвал его А так утка-бургер оставлю вам 10 из 10 Очень вкусно Спасибо большое Ян, супер Вам спасибо большое Ну, а после гостеприимного стим-бара Наша съемочная группа отправилась в Urban Food Заведение настолько известное Что о его месте расположения пел современный классик Василий Вакуленко В миру – баста В центре бессмертного Урбана То есть в центре любимого Ташкента Интерьер, основанный на сочетании элементов Из дерева и черного металла Облагороженный большим количеством цветов Рядом со мной основатель Urban Food Санджар Алиматов Санджар Аке, здравствуйте Здравствуйте Санджар Аке, насколько я знаю История создания Urban Food очень интересная Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям чуть-чуть подробнее Урбан-фут тариха Урбан-фут тариха Урбан-фут тариха Урбан-фут тариха Здорово, но давайте перейдем уже к нашим бургерам Вообще я рассчитывал на один бургер сегодня Какой-то ваш фирменный, но вы невероятной щедрость Проявили и у нас на столе три бургера Расскажите про каждый Что это за бургеры Наверняка они ваши фирменные И чем они отличаются друг от друга Три двух-точек бургер Вот и другая У нас стекбургер It's стекбургер Вот как это? Аннуиса, например вFT Ваш столе, как урбайн-филе Аллах, у нас какую-то Более самой дорогой Это очень вкусно. Потому что у меня есть стейк-бургер. Это очень вкусно. Что за бургер у нас? У нас есть дабл чиз-бургер. И у меня есть сирка-бай чиз-бургер. У нас все мы получаем. У нас есть сирка-бай чиз-бургер. И вот третий бургер прямо передо мной стоит с грибами. Расскажите про него чуть-чуть. У нас есть сирка-бай чиз-бургер. И у нас есть сирка-бай чиз-бургер. И еще есть сирка-бай чиз-бургер. Хорошо, Санчараке. Давайте уже будем пробовать. Но у меня вот какое предложение. Давайте представим, что я никогда не ел бургеры. Вообще в жизни своей. И пришел к вам в заведение. Вы меня встречаете. Какой бургер вы мне предложите из троих попробовать? Это будет первый бургер в моей жизни, например. Какой? У всех разные вкусы. На вашу вкус. Это дабл-чиз-бургер. Один из моих любимых. Я буду пробовать его. Но давайте сделаем так. Вы попробуйте тоже какой-нибудь бургер вместе со мной. И мы поделимся с вами впечатлением. Какой вы выберете себе? Я выберу стейк-бургер. Стейк-бургер. Почему я не сомневался в этом? Хорошо, давайте пробовать. Санчараке, вы первый. Пробуйте и делитесь своими впечатлениями. После вас сразу я. Окей. Нет, сначала вы скажите, какой бургер. Как он вам? У меня же бургер. Да. Я бы кушал его каждый день, если можно было. Хорошо. А вот если честно, допустим, десятибальная шкала. Сколько бы вы сейчас поставили вот именно за этот бургер? Не буду врать, в Узбекистане, в Ташкенте у нас, мне нравится этот наш бургер. Самый любимый наш бургер. То есть десять из десяти вы ставите? Нет, десяти я не буду ставить. Восемь, наверное, точно поставлю. Но это очень высокая оценка. Ну, Санчараке, давайте буду пробовать теперь я. Дабл чизбургер, правильно? Дабл чизбургер. Давайте. Пробовать, да, бург чизбургер. Сразу отмечу подачу, мне очень нравится. Он такой у вас выглядит очень авторский бургер, знаете? Можно сказать, да? Авторский бургер. Давайте пробовать. Сразу отмечу, очень много сыра, это очень здорово. Мне очень нравится количество, размер котлеты. У меня вопрос, что за соус? Соус уже, это уже секрет. Это уже секрет, да? Он очень необычный, я вам честно скажу, дорогие телезрители, очень необычный соус. Идеально сочетается с сыром. Видимо, поэтому он дабл чизбургер. Супер, я советую, я ставлю максимум. После такого угощения не то, что ехать еще куда-то, а просто встать из-за стола непросто. Но ради вас, телезрители, я пошел на подвиг и отправился в третье заведение нашего города. Бургер Лаунж. Шеф-повар Рустам уже готовит свой фирменный бургер. Сочный, аппетитный кусок мяса прокручивают в мясорубке и из получившегося фарша формируют котлету, которую потом отправляют в уже известную нам печь хоспер. Я, конечно, знаю физику и понимаю, что значит термин «термообработка», но все это больше похоже на волшебство. Готовая котлетка укладывается на намазанную маслом булку, обильно обливается соусом, облагораживается луком, помидорами, солеными огурчиками и… нет, не подается. Еще небольшой штрих. Бургер разрезается на две части и уже в собранном виде отправляется совсем ненадолго в хоспер. Все, теперь можно пробовать. Итак, вот он, бургер хоспер. Как вы думаете, какой он? Ну, вот просто подумайте, какой он. Правильно, он большой, он очень сочный и невероятный аромат здесь стоит. Ну, просто настолько аппетитный, что я уже не хочу говорить, я просто хочу есть, жевать, вкусить всю эту красоту, поэтому я, пожалуй, приступлю. Как вы, ребята, терпите и смотрите на это? Ребята, сразу проясню. Здесь видеокамеры, свет, люди ходят, все-таки я ведущий, и поэтому я пытаюсь есть очень эстетично, но бургеры так не едят. Нет. Бургеры едят так, чтобы по рукам стекал соус, на лице оставался соус, чтобы везде был соус, понимаете? И бургер хоспер позволяет его так есть. Серьезно, он очень сочный, здесь, ну, внушительная котлета. Очень в меру лука. При этом сразу чувствуется, что бургер пропеченный, потому что булочка очень хрустящая, такая масляная, очень вкусная, а не то, что сейчас модно пропаренная и мягкая. Обожаю свою работу. Что сказать, друзья? Бургеры – это уже целый пласт кулинарной культуры. Они универсальны. Их можно готовить из мяса, рыбы, птицы. Существуют даже вегетарианские бургеры. Но самое главное в бургерах, так же, как и в любом другом блюде, после того, как его попробуете, вы должны сказать – это вкусно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова